Приветствую любителей предметно-материальной истории в гости зашел уважаемый очень человек Борис Николаевич Устинов историк фотографии Екатеринодара и принес свою новую книгу для ознакомления ограниченный тираж о чем книжка в двух словах Борис Николаевич в двух словах во-первых это не моя книга это коллективный автор тут есть и я отвечаю за составление фотографий подбор фотографий вот а тут еще литературная часть есть книга служит продолжением заветной Кубани которая выходила аж 10 лет назад это как бы второй том название несколько другое но оформление такое единое то же самое дореволюционная фотография Кубанской области Екатеринодар Кубанская область вот коротко просто здесь обзор различных фотографий и фотографов с описанием чего быта нет как обычно да это как и продолжение вот предыдущего тома то есть идут и станичные фотографии и екатеринодарские фотографии не там новороссийские в общем интересная история с кубанского края картинка продолжение настоящих настоящих фотографиях собранных по крупицам буквальном смысле из фондов музейных и станичных архивов из станичных музеев где эти фотографии казаков и собирали охота в частности то есть фотографии очень редко да это редкий альбом великих князей охота великих князей она ряд снимков был и в предыдущем издании книги старозаветная Кубань старозаветная и сейчас повторяется значит в несколько в другом большем объеме потому что альбом уникальный а так ряд фотографий новых естественно некоторые фотографии повторяются но это незначительное повтор есть но незначительный и большой раздел посвящен истории казачества собраны редкие фотографии различных казачьих обрядов вот мы можем увидеть какую-то порку эта игра эта игра эта игра я думал порядка вот игра в жмурки это с участием кубанских казаков как выглядели в реальности пластоны ошибочка это не пластоны написано пластом бурки кубанская область 873 года на косячу нет нет тут еще еще тут весь фокус топши не в этом снимке на все все наши это другая станение здесь ошибки нет это я для своей книги по истории кубанская фотография взял другой то что этот казах снялся и в одежде переодели из 1 одного из племен грузинских поэтип война нам были мы этим анекен и тогда ходячий за четыре текса кала на посту на это пласту на и чем снимались своей одежде которые они воевали в севастопольской крымской войне вот такая книга друзья если увидите в продаже думаю что вам она понравится кроме книги попросил бориса николаевича принести такую интересную штуковину которая называется фото вспышка я показывал вам уже что приобрел старый фотоаппарат в деревянном корпусе с которым фотографировали при помощи вот такой вспышки приготовим раствор сделаем специальную смесь вставим кремень в эту вспышку и покажем вам как раньше фотографу приходилось подсвечивать снимки откуда у вас такая штуковина борис николаевич поделитесь штуковина ряд камер а вот стреляет это взвод здесь идет пружине на рамках просто вот как им должна чиркать по кремню и поджигаться эта смесь вспышка и в целые там ряд причин дала фотографически это мне достался от сына члена кубанского фотографического общества данилюка аппарат бачок в общем ряд фотографических аксессуаров к которыми пользовался михаил северьяныч это член кубанское фотографическое общество еще до революции вот выписывалась это в основном из германии эти все эти и аппараты и бачки и пластинки ну в общем он официальный был фотограф какой-то нет него фотолюбитель фото любитель вот просто покупалась все за границей отечественно было кроме как алиэкспресс сейчас вот тогда из германии вот тогда это налажено было великом германия франция швейцария бельгия англия из англии что-то приходило но в основном как бы я такому по каталогам германия поставляла вот каталог если смотреть каталоги это вообще вот аппаратов этих огромных 30 на 40 штативы соответственно произведение искусства деревянная камера выше приобрели уже представляете сменные объективы вот и вообще масса таких вещей это невозможно даже себе представить вплоть до что мне восхищало вплоть до такого напальчника для поддевания пластинок в ванночке они же ванночки они же пластинки когда пролезли залипали чтобы поддевать до такой коготь на накладной коготь начали бы тут вообще продуманности это все из германии не только до германия вот но да но аппараты до в основном немецкие спасибо борис николаевич друзья подписывайтесь на канал обязательно опробуем вспышку приглашу борис николаевича посмотреть как это работает а вам покажу на видео